Приглашаю вас в паблик, посвященный футболу в пиксельном формате. Там много интересного, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Антон Чейз. Это очередная серия PIS-15 MyClub. Она будет без веб-камеры, потому что определенные проблемы, связанные со стабильностью самой вебки и программы, которая ее записывает, они откуда-то появились и меня нагнули. Не знаю, возможно, возможно, меня вновь прокляли цыгане. В общем, грубо говоря, все накрылось пиздой, но скоро это все постараюсь исправить. Так что ничего страшного, мое ебало вы можете посмотреть ВКонтакте, а мы переходим к футболу. Мне буквально на днях, буквально с неба упало 20 тысяч ЖП. Откуда? От японцев. Добрых японских самураев. На этой неделе серваки Konami работали так хуево, словно пьяные ленивые цыгане, которых заставляют, не знаю, поле пахать. В общем, они вообще не работали. И хитрые японцы, чтобы нас немного, так сказать, подмазать, дали нам чутка ЖП. На самом деле, очень мало дали ЖП. Мне один чувак говорил, что ему дали чуть ли не полмиллиона монет. Мне кажется, что он был бы в бреду, скорее всего. Но, возможно, японцы каждому давали разную сумму, кто как страдал. Я вообще в Майклаб не заходил, видимо, поэтому мне так мало и дали. Может быть, тот чувак все стучался в Майклаб и не получалось, поэтому его так утешали. В общем, мы можем усилиться знатно. И нет никаких специальных агентов. Так, и кто нам нужен? Вратарь, защитник, полузащ или нападающий? Ну, давайте, наверное, откроем одного полузащища и одного нападающего. Вдруг есть нечто пиздатое. Я верю в Боженьку, что сегодня он меня обрадует. Итак, открываем полузащитника. И это будет кто? Так, всего три черных шара. Давай, родной. Да, походу, я в пролете... Или нет? Нет, в пролете всего лишь золотой шарик, в котором какой-нибудь обуссанный бомжок. И это, я уж подумал, Карим Бензема, но... Александрине, да вы что, угораете, что ли? Он же буквально вчера мне выпал в покупнинге на FIFA. Скорость охеренная, просто зверь. Он мне пригодится. И открываем один пак с нападающим. Так, кто мне вчера в FIFA выпал из нападающего? Давайте как-то вспомним. Ох... Такие... Ну... Лукас Мору мне, наверное, не помешал бы. Опа! Черный-черный-черный-черный-черный-черный! Сука! Очередной говеный золотой пак. И в нем что? В нем чувак с блатными бутсами желтыми. Какой-то... Кишно. Совсем еще молодой парень. Будь это карьера, и он развивался бы, это было бы классно. Но нет, он дно. В общем, чуваки, все очень-очень прискорбно. Так как мой тренер полное чмо, и футболисты его вообще ни во что не ставят. У меня командный дух упал, потому что у меня эдакий переизбыток хороших футболистов. Хотя назвать того же Калу хорошим футболистом, у меня просто язык не поворачивается. И плюс Канами почему-то мне запрещает их из команды выгонять. То есть у меня должна быть полная скамейка. Не знаю, возможно, им жалко Калу, потому что Калу, кроме как футболом, мне кажется, больше ничем не может заниматься. Хотя он и футболом-то занимается не очень-то. И поэтому командный дух, сука, 7, это, блядь, я ничего страшнее в жизни, честно говоря, не видел. Я думаю, что... Что такое? А, начался матч. Я думаю, что с таким командным духом мои парни просто, выйдя на поле, скорее всего, начнут плакать, реветь, как девчонки. В общем, посмотрим. Стадион заполнен, потому что, наверное, все желают узнать, что ж такое командный дух 7. Что это за жопа полная? Но я не сдаюсь. Так, у оппонента состав я не рассмотрел, но уже вижу, что есть шейк Тиатэ, Бирса. Смотрите-ка, что Учан делает, а? Между прочим, неплохо кто-то делает, а? Входим в штрафную. Ройс, умница. О, пенальти. В чем дело-то? Нет, видимо, фулл был прямо-прямо перед штрафной. Не знаю, есть ли смысл бить или отдать пасик, или пробить вот так вот хитро, чтобы перкиш пробью. Ройс, давай за все свои грехи, оправдывайся. Ройс бьет удар по 300, блядь, пиздец, гол. В натуре Ройс забил, охренеть. С командным духом 7 я веду в счете. Я не знаю, что в этом мире творятся какие-то чудеса. Но, во-первых, Ройс забил гол. Чувак, который последний, наверное, матчей 100 у меня в команде просто сосал хуи, он забил гол. В матч, когда командный дух 7. Видим, что команда духа реально влияет, то есть они просто на месте стоят. Но ничего страшного, я попытаюсь с ним справиться. Ройс мычит, разгоняет пасик. Не удалось нам это сделать. Верати. Верати на Щурле. Передача Щурле в центр на Бирс. Убирса смещается, ничего не получилось. Инрики. Инрики на Учана. Учан. Ой, хорош Учан. Мне кажется, на него это не влияет. Влияло. Перкиш. Перкиш. Не прикрыл ты в свое время щелочку. Минут 5 назад. Ничего страшного. Ой, опасно! На месте должен быть вратарь Фабиано. Умница. Лучший просто. Желе. Опа. Сегодня, между прочим, дебютирует. Александриня. Я вчера его почекал. Фи-фи. Он там просто зверь. Он, блядь, бегает. Я не знаю, как Ламборджини. Надеюсь, что в Пес он такой же. Но пока что мяч до него не доходит. По жопе дает кому-то из футболистов оппонент Арамарик. Передача на Александриня. Видим, что мои футболисты с таким командным духом ведут себя очень апатично. То есть им как бы похуй на то, что происходит на поле. Мол, а! Без меня разберетесь, чуваки. И так ведут себя все. Но ничего страшного. Я сражаюсь. Видимо, что я пока неплохо себя чувствую на поле у Чан. Ну-ка на Баку отдай. Смотрите-ка, пощипар... Бака! Родной! Сука! Ай, какой моментич это был, а? У Каласа Баки. На днях я читал, что им интересует Тоттенхэм. Причем за серьезные бабки его желают купить. То есть, видимо, в Лондоне смотрят мои видео. Хотя Лондон для меня считает, что это вторая родина. Все-таки КПР, все дела. И вот с мячом Давид Алаба, который я перевел наконец-таки на его родную позицию. То есть на позицию левого от Заща. Ройс почти ушел. Но ничего страшного. Мы видим по-прежнему. Вот, что я еще хотел сказать-то. Раньше я играл в 11-й ФМ. И там у меня был Алаба. То есть я его по талант заприметил еще в 2011 году. Опасно! Опасно! О, господи, боже мой! Бирса! Господи, какая... Какая шляпа. Вот. И там у меня вообще он играл опорника, если честно. И причем он играл довольно-таки достойно его. Он там был один из лучших вообще. Блядь, какой гол. Ну, блядь, это командный дух, чуваки. Возможно, я в скором времени подкоплюсь именно хорошего тренера. И все будет ровно. Но пока что с этим ублюдком на скамейке, который там... Имеет авторитет около там 4-60 пунктов. То есть он совсем-совсем не очень. Футболисты его вообще-вообще ни во что не ставят и не уважают. Он для них эдакое чмо. Они, видимо, даже не посещают тренировки под его руководством. Ройс! Мох, Мох. Затащить, но не получилось. Бирса. Ой-ой-ой, Кавинаги. Сейчас, наверное, будет 2-1. Так и есть. Отлично, чуваки. Центр защиты играет. Просто заебись. Я уже чую, как мои фаны сжигают фейра. Но мне кажется, что это запах марихуаны. Возможно, это фанаты сборной Ямайки. Но что делают фаны сборной Ямайки на матче Мадридского Реала, ну, моей команды и оппонента, который в форме я не знаю какой. Это, по-моему, Гранада, что ли. Ну, знаете, если бы вы курили бы столько травы, как курят ямайские фанаты, вы бы тоже не знали бы, где вы находитесь. Тем временем Ромарик с мечом. Момент есть в нём. Ромарик. 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 Отлично. На Баку. И Карлос Бака хорош. Вообще просто зверь. Зверь. Зверь забивай. Да ёлки-палки. Уже второй момент выпускает Бака. Да. Сегодня Бака далеко не ноги Бака. Я думаю, что вы помните тот матч, когда Бака отгрузил 4 гола за матч. Это был вообще звёздный час. Видимо, тот матч. И посмотрели руководство Туттенхэма. И решили приобрести. Возможно, просто графон в ПЕС настолько реалистичный, что они подумали, что это настоящий матч. Они подумали, у какого хуя вообще по верху Бака играет за мадридский Реал. Но потом, немного оценив ситуацию, поняли, что надо брать. Надо брать. С мечом Фабиано. Аккуратно, аккуратно. Давай, пасик на фланг. Ой, там накрывает уже, сука, не вовремя. Там ничего страшного. Желе. Желе на Ройса. Ройс. Неудачно. Верати. Верати с мячом на Перкиша. Пошла передача Перкиш. Манданда. Ну, привези. Вот, нормально. А, нет, там это не мой. Просто цвета схожи к того платья. Не могу разобрать какие-то цвета у меня и у оппонента. Там вроде бы красная у него с белым. У меня просто белая. Но у меня, у человека, страдающего дальтонизмом, такое бывает, тетая. Самый башковитый чувак. Но всех его мозгов хватает на то, чтобы дать пас на два метра вперед. А Бирс с мячом один на один выходит. Всем моим защищам похер. Лишь один кипер с подгоревшей жопой убегает на рандеву с Бирсом. И, между прочим, побеждает в этом рандеву. Опасно. Шурли. Шурли на Ковенаги. Ой, какой кошмар. Какой кошмар. Биэланд. Новещок тоже, между прочим, сегодня. Опа. Опа, убрал. Вот так вот. Бака. Бака на фланг отдавай. На Ройса. Блядь, я попутал Ройса и Шурли. Оба блондины, оба немцы. Все, пора свистеть. Что ж, итоги первого тайма не самые развеселые. Разве что я забил с штрафного, что бывает очень редко. Еще и Ройсом, что бывает еще реже. Причем я, по статистике, даже больше пора там бил. Блин, так нечестно. Так, смещаем Ковенаги и Бирса. И что же они нам продемонстрируют перкиш на Веласкеса. Окей, дальше что? Веласкес вперед на фланг. Коке. Не, ну, конечно, так нечестно. Не знаю, вообще, какой упоротый японец, под каким вассаби. Он что там, он пережрал, он запевает о своем фирменном протухшем саке. Придумали такую идею, что вот эта вот команда двух до семи опускается, и все из жопа. Это просто какое-то извращение. В фифе вроде такого, что я не замечал. То есть там чуваки более-менее разбираются. Да, там команда двух есть, но я вот играл с маленькой сыгранностью. И, в принципе, нормальные чуваки себя чувствовали. Тут же все просто стоят на месте, как проститутки. Даже не шевеляться. Динузай даже вышел на поле. Господи, боже мой. Если уж он меня сегодня забьет, я просто разочаруюсь в жизни и... Я не знаю, что сделаю. Расстроюсь, короче. Очень сильно пас на Бако. Ну, давай, родной. Третий выход на один будет? Нет, не будет. Веласкес. Ну, честно говоря, оппонент так себе играет. Будь у меня нормальная команда сегодня, а не толпа нытьков, все было бы просто огонь. Я бы, наверное, голика Триму забил бы точно. Кабуль. Кабуль, родной, давай. На Бако. Не знаю, что Бако идет на фланге. Видимо, он перепутал. Возможно, он просто косоглазием страдает. И поэтому не понимает, где право, где лево. Где центр. Верать, если мечом, он вообще в порядке, чувак. На бирсус. Пас, опасно. Желе. Желеет на Ромарик. Ромарик дальше на Салихолчан. Очан. И дальше что? Закидуха. И ничего из нее не вышло. Веласкес. На Янузая. Янузай. Конечно, после FIFA играть в PES. Ну, боже мой, аж собаки залали. Очень, очень, очень непривычно. Потому что скорости в играх совсем разные. Просто небо и земля. В FIFA все очень быстро, очень стремительно там все решает скорость. Тут же как-то все так более монотонно, более плавно, потихонечку. Такой, более, не знаю, такой, знаете ли, джентльменский футбол. Был опасно, 3-1 сейчас будет счет 3-1. Ну, конечно же, 3-1. Потому что защитники просто вообще не понимают, что они... Я не знаю вообще, в чем дело-то. Ну да, тренирует вас безвольный мудак, допустим, да. Ну и что? Это же не значит, что вы должны просто теперь по полю, как черепахи вонючие, передвигаться. Учан. Вот Учан вообще в порядке, он, блядь. Дреблер от бога. Блядь, ну и что? Судья, у тебя, блядь, твои лысые черепуга... Что вообще находится, блядь? Там Бака один на один выходил. Ладно, попытаемся сейчас еще забить Ройсом. Если это получится в второй раз, я не знаю. Я ему повязку капитанскую отдам навсегда, наверное. Давай, родной, Ройс. Удар. Ой, что-то я переезжал, блядь. Да уж. Сильный удар у Ройса получился. Манданда вводит мяч вперед на Янузая. Да, как все, значит, как-то... Грустновато, пригрустновато. Бака. Бака, Бака, родной, давай. Ну. Гну. Веласкес. Пас на Янузая, блядь. Янузая, Янузая финты. На Тиатэ. Дальше на Щюрли. По ногам ему, что ли, ударь. Давайте устроим кровавое побоище хотя бы. А то вообще скучно. Ковенаги один на один выходит. Боже мой. Это вратарь, ты просто хуесос. Это просто жопа какая-то. Ну как можно так хуево стоять на вратах? Я не знаю. Вратарь просто такой дерьмоед. Это, блядь, это невыносимо, если честно. И мы возвращаемся в строй. Не знаю, там мой оппонент зачем-то минут 20 что-то переставлял. Зачем это надо? Ты ведешь, блядь, 4-1. Против тебя, чувак с командным духом 7. Это, блядь, негр Гризман вышел на поле? Или что? Или у меня галлюцинат? Я не понимаю. Или, не знаю, возможно, я совсем уже ебнулся. Но это негр Гризман. Вот честное слово. Я всякого дерьма навидался в этом песне. Вот такого, чтобы негр Гризман. Желе, родной, бей! Бей! И никого на добивание нет. Никого. Просто, блядь, пусто. Хоть перекати поле, отсосовывай туда и вообще просто. А это Джордан Аю. Блядь, негр и блондин. Восьмое чудо света просто. Ой, Кабуль. Боже ж ты мой! Молодец, сын, реки, отбился. И что дальше? Ройс. Да, как все начиналось-то хорошо. Ройс забил штрафной. Нормально. Нормально. Ну, судья, ну ты еблан, ты мне скажи. Ты, блядь, совсем свою голову застудил. Ну, какого ж хуя? Там же я спокойно дальше бежал. Ну, зачем ты, блядь, основываешь игру, пидорас? Ой, да. Судья сегодня просто блещет своим, не знаю, знанием футбольных правил. И прочим, и прочим. Ну. Больше он блещет своей лысиной своей мерзкой. Александри, не знаю, по-моему, он сегодня вообще первый раз с мячом, но почему-то он уже выдохся. Охрененные почувствовали. Ой, я хороший, Александр. Давай, родной, ну. Ну, 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 ну. И. 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 Да. Это просто пиздец. Командный дух семь, чуваки. Это далеко не счастливая семерка. Это семерка боли. Знатной жопной боли. Бака. Потрясающе. Потрясающе играют мои футболисты, блядь. Просто гениально. Ой, хорош Якоб. У меня с ним плохие ассоциации, между прочим, с этим Якобом. Он знатный мозглеб. У меня еще в PES 2013. Ходится, как-то меня возил. Ну, ну и что это такое, блядь? Ты вы что, охуели? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Какой провал. Да уж, Konami, конечно, снат меня троллит. Либо ты, чувак, донать, либо играю вот с такой вот командой. Спасибо. Просто мечтал об этом всю жизнь. Ковенаги. Ромарик. Ебака. Ой, блядь. Натуре-то не ибака, а ебака ты. Энрике. Учан. Ну, бак, может быть, сегодня хоть что-нибудь ты сделаешь? Да что ж ты будешь делать-то? Походу, это более чем конкретное поражение. Белилян, ты, Энрике. Ага. Алисандриния. Ну, пас я нажал, пас уже давно, ну. Ёбаный лось. Сучий рогач. Ну, кабуль, да что ж, что бы. Какой-то пиздец, чуваки, короче. Все так началось здорово. Штрафной гол, а потом... Как в коме. Потрясающе. Вратарь сегодня играл просто блестяще. Четыре удара, четыре гола. Просто бог ворот. Настоящий страж. Никих претензий к нему быть не может. Ну, разве что я после матча отхуярив его, блядь, ржавым, блядь, уломом по горбу. Тварь ебаная, Фабиану! Иди верблюда в жопу долбани, сука. Ладно, дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока. С вами был я, Антон Щейс. Ставьте лайк под видео, если вы желаете поскоревать новую серию. Не болейте, всяческих вам благ. И удачи еще раз. Субтитры сделал DimaTorzok